здравствуйте друзья здравствуйте отец валерий здравствуйте сегодня мы поговорим об очень интересном мифе который говорит нам о том что священник является кумиром для своих прихожан отец валерий бывают такие приходы где прихожане благотворят просто своего священника да но эта ситуация достаточно распространенная прямо скажу и честно говоря меня вот это вот тоже зачастую пугает когда я вижу что люди ну прямо болезненно к тебе вот спешат что вот только ты как свет в окошке для них и вот я что-то такое нездоровое в этом вижу я остерегаюсь такого отношения потому что ни к чему хорошему она не ведет ведь кумир но как во первых это в язычестве было такое да обожествленные какой-то истукан и иду вот и кумиротворчество это всегда идеализация то есть что прихожане конкретного священника вот выделяет и думают что он идеален у него нет никаких недостатков он во всем им поможет он и вымолит любую так сказать из любой обстоят из любого обстоятельства спасет избавит но в итоге то что получится что если они увидят какой-то его недостаток то они тут же начинают соблазняться и получается что этот кумир рушится да либо они начинают находить какое-то замысловатое объяснение его недостатком или говорит что нет это вообще невозможно это все придумали то есть в любом случае кумиротворчество но хорошим не заканчивается нам все-таки нужна трезвость и при прихожане нам нужны все-таки трезвомыслящие которые по-простому к тебе обращаются в каких-то нуждах просит помолиться да но ты не являешься идеальным тоже молитвенником то есть тоже так же как они обращаются к богу если пришла какая-то помощь то не потому что ты такой идеальный молитвенник а потому что господь вообще внял общим молением и откликнулся на это вот то есть вот это кумиротворчество оно и для священника становится определенным искушением что его личное я начинает подчеркиваться поэтому опытные вот духовники и святые отцы вот святители гнати бренчанинов в частности они говорят что духовник и священник вообще он должен быть подобен святому иоанну крестителю который людей не к себе направлял а ко христу и когда к нему иоанну крестителю шли люди то он говорил что я всего лишь друг жениха который радуется о женихе но это вот в древних традициях да это в свадебных церемониях там обязательно у жениха был друг который приводил гостей к нему то есть он не к себе вел а к жениху и вот так же священник он не к себе должен вести и и ведет любой нормальный священник не к себе а ко христу и радуется что люди именно ко господу идут потому что бывают ведь какие ситуации что допустим приходит человек действительно он получил какую-то помощь исповедовался определенный потом он куда-то переехал и лучше пусть он там уже найдет какого-то священника с которым непосредственно будет общаться да они так что раз вот разорвалась какая-то связь то значит все потеряно там он уже спастись не может это не так везде господь подаст тебе нормального священника если ты ищешь будет хороший духовник но в любом случае ты всегда в церкви получишь необходимую духовную поддержку так что священник это конечно же не кумир это всего лишь один из служителей христовых и поэтому все мы должны идти только ко христу а скажите а как вот это происходит почему прихожане так вот идеализируется но я думаю что это чисто по-человечески нам просто вот хочется всегда иметь какой-то наглядный пример святости чтобы всегда был какой-то идеал перед глазами вокруг вокруг одно безобразие творится да там люди обманывают там изменяют предают воруют везде мы видим что-то отрицательное и хочется чтобы был какой-то идеал а тем более что церковь то она и говорит о чистоте да но это ведь путь целый путь на котором ты спотыкаешься но должен подняться идти дальше вот и как только увидели прихожане какого-то отзывчивого батюшку доброго который не отмахивается от них а молится за них то тут же они говорят вот вот наконец-то мы нашли вот у нас есть наш святой батюшка и очень быстро создается вот такой вот орел ну маленького святого но местно чтим его так скажем еще не прославленного общей канонизации но это видимо чисто по-человечески нам всем так хочется но я себя вспоминаю до принятия священного сана что тоже хотелось видеть таких священников и хотелось чтобы духовники были вот идеальные чтобы они всегда прозревали твою проблему чтобы они ее решали тут же а если вдруг не решает ну как же так думаешь почему он там не решил это несовместимо со священством то есть мы как такие вот максималисты в церкви да мы хотим чтобы священник он вот максимально в себе воплощал весь евангельский идеал но на самом деле это во первых неправильно во вторых и нам это не подходит мы все люди немощные и поэтому нам на самом деле идеально это священники они которые были бы подобные ангелом они нам не подойдут потому что рядом с ангелами мы просто будут по своей греховности не смогли бы поэтому лучше пусть будут вот простые батюшки которые имеют свои немощи да но понимают и зато каждого тоже имеющего немощь спасибо отец валерий за разъяснение дорогие друзья мы ждем от вас новых вопросов спасибо с господь до скорой встречи